всем привет дорогие друзья на проводе как всегда реальная италия ну дорогие друзья сегодня тема у посвящена бракоразводному процессу на территории италии вопрос поступила на украинского парня который вообще женат на итальянке он у меня спрашивал как обстоит дело с бракоразводным процессом и в момент операционная он спросил можно ли подавать на гражданство и как это вообще дело обстоит и так дорогие друзья значит италия страна с очень тяжелыми законами было до скажем современного момента бракоразводным законом до 70-х годов на территории италии как бы практически не было от этого закона который позволял бы семейным парам расторгнуть брак защиту ну и когда был принят вот этот закон на территории италии даже собирали референдум через несколько лет чтобы его отменить вновь вы понимаете когда уже был разрешен от этот бракоразводный процесс хотели его отменить опять этот брак бракоразводный процесс семьдесят четвертом году вы представляете то есть кто-то за кто-то против был и даже вот боролся чтобы вернуть вновь страну без развода но естественно по итальянским меркам выработанным мировом сообществе стереотипом в итальянцах конечно страна где семье уделяется очень важное внимание страна где католицизм правит католики управляют везде повсюду конечно же и естественно тяжеловат этот процесс было вообще как-то выпустить в массы в итальянские так вот дорогие друзья бракоразводные процессы на это на территории италии длились просто годами и даже десятками лет где были очень сложные вопросы раздела многомиллионного имущества конечно это все затягивалось даже на десятки лет у меня дома находится живой пример моя секруха она тоже в итоге со своим покойным мужем так в итоге не было разведено то есть находилась только в разделении все пара цены так вот дорогие друзья еще некоторое время назад до 2015 года вот этот вот значит развод нужно было ждать около трех лет но был момент когда опять ждали лет вот именно по закону и вот в 2015 году в мае 2015 года вышел закон фортуна базлини этот закон который позволил сократить сроки вообще ожидания вот этого вот развода на территории италии то есть от трех лет итальянцы пришли к моменту шести и двенадцати месяцев ну что же дорогие друзья сейчас мы с вами попробуем рассмотреть значит как же вообще предстоит вот этот вот процесс если кто-то уже на подходе и вообще интересуется вообще этим вопросом наверное интересуются все от брака до развода естественно это очень интересно разобраться все же каким образом происходит это какой-либо другой стране так вот дорогие друзья сейчас вот этот вот закон новые в италии называют законом который быстро разводит вообще значит семейные пары которые пришли к этому вопросу и состоит он как бы из таких моментов например если же вы решили подать на развод даже и и если у вас есть коммунион и дейбени то есть вы подписали когда вступали брак чтобы вы будете владеть совместно имуществом вместе будете управлять всеми делами но вы пришли к согласию между вами что все мы должны развестись я согласен ты согласен все мы никаких претензий к друг другу не имеем вы можете подать это сразу заявление в суд там его должны очень быстро кстати рассмотреть можете значит в присутствии своих адвокатов как со стороны мужа так и со стороны жены составить вот такой вот акт потом который вот этот вот акт передается опять же прокурору то есть то что вы не имеете никаких претензий друг другу в этом акте все это описывается то есть вот этот вот консенсус он подтверждается вашими адвокатами ну и затем вот этот вот судья уже как бы рассматривает ваши документы проверяет и потом он отправляет на коммуну на вашу по месту проживания и там уже через где-то в течение 10 дней вас приглашают и рассказывает вам историю что у вас уже как бы и развели но дело в том что по консенсусу дорогие друзья вы все равно будете ожидать время какое-то которое будет вам выделено может быть на какое-то примирение все же вот по консенсусу дают где-то 6 месяцев ожидания вот это время называют сепарационно то есть ваше разделение ваше разделение перед разводом вы можете конечно жить вместе но и тем не менее у вас будет вот это вот сепарационно то есть с этого момента вы уже как бы не должны будете вести совместное хозяйство можете решать свои вопросы каждый по-своему можете изменять друг другу то есть не сохранять вот эту вот верность супружескую в момент сепарационно и значит вы находитесь вот в этом периоде потом после шести месяцев конечно же приходит вот это решение может быть вы все таки за шесть месяцев возвращаете свои брать брачные аузы ну и может быть все таки процесс идет вперед вот этот разводный такой процесс да дальше значит если еще раз повторяю вы не имеете каких-либо претензий к дележке какой-то и если у вас нет детей совместных то вас приглашают конечно же в коммуну к мэру на прием то есть к синдаку до коммуны и там вот вы уже говорите что мы согласны разводиться и он подтверждает свои печати и подписью что он вас разводит вот этот самый быстрый такой этап 6 через шесть месяцев вы можете получить развод на территории талии через коммуны вот это все проходит еще раз повторяю после ваших заявлений в суд вот 10 дней и синдак у вас приглашает на подтверждение ваших вот этих вот наших мыслей о разводе повторяюсь и нет детей и нет какой-либо дележки имущества если же есть несовершеннолетние дети то процесс все таки проходит немножко тяжелее и дают уже 12 месяцев даже если инвалиды есть этот процесс все таки проходит 12 месяцев дают на решение например значит как кто будет управлять какими-то автотранспортными средствами какую долю часть выставляете своим детям там ну вся дележка происходит в этот момент эти 12 месяцев но и тем не менее значит вот через вот этот вот год 12 месяцев конечно же у вас есть шанс после решения вот этих вопросов и развестись через суд через трибунале естественно это будет стоить денег потому что адвокаты все таки при этом процессе работают ну вы знаете что вот какой способ более легкий незатратный чтобы не платить деньги на адвоката это конечно же когда вы приходите к обоюдному согласию и проходит весь этот опрос через коммуне вы понимаете там платите вы только за марку да волла и ждать вот этот срок если по обоюдному по консенсусу да ну а если же через адвокатов то это естественно вы будете платить денежные массы давать деньги адвокатам и не то и не очень даже маленькие ну а хотелось бы отметить тот факт что значит после развода конечно же многие женщины остаются без работы без какого-то содержания значит естественно они могут подавать на свое содержание на какие-то алименты от мужа и в этот момент судья конечно же разбираются вообще сейчас как бы этот вопрос немножко облегчили для мужской стороны итальянской то есть они уже как бы не обчищают карманы полностью его мужчина итальянского а дают как-то его уже вздохнуть ему потому что значит до 2015 года мужчина итальянский оставался в одних трусах скажем так значит если не такой же шикарно богатый то вот попроще он отдавал все своей жене до мальцы плаходы и пароходы и мог остаться и в трусах но теперь итальянские законы встали как бы на сторону и мужчин итальянских и как бы говорят что не всегда можно получить вот эти вот алименты от своего мужа конечно это смотрится на возраст жены каком она возрасте трудоспособном еще возрасте потому что вы знаете что именно если развод происходит 50 лет то женщине очень трудно потом найти какую-то работу ну а если это молодая девушка или женщина естественно суд это примет во внимание может быть как-то скостит и выплаты вот по алиментам вот итальянцу этому да или даже не итальянца это гражданин италии поэтому сейчас дорогие друзья конечно же развестись на территории италии стало попроще мы не берем знаменитые бракоразводные процессы громкие где есть владение миллионами триллионами заводами и фабриками где конечно же жена хочет отвоевать состояние громадное и там бракоразводный процесс как-то может быть затягивается и на годы где не дается согласия ну а в настоящий момент 6 12 месяцев и вы уже можете освободиться в брачных уз была такая история мне рассказывала одна девушка значит она вышла замуж за итальянца привезла дочку где-то в возрасте 10 лет и у них не сложилось не сложилось значит а вот в течение буквально года там он принимает решение развестись вы знаете что вот она спрашивает останется она после вот момент сепарациона в момент сепарациона когда вот разделение происходит в квартире она может проживать но я думаю что она то может проживать но только согласие своего как бы мужем потому что вы знаете что если он как бы насли пропретарий владелец этой квартиры и выбор в процессе сепарациона то ребенок не его кстати то я думаю что он может вас и выпихнуть из квартиры и вот она спрашивает останется у нее видно место жительства которое она получила по семейным обстоятельствам по браку с итальянцами ну а в принципе когда происходит вот это сепарациона то может человек и пожить вот в этом периоде с этим видом на место жительства но это уже зависит от вашей костуры если она придет проверить и захочет у вас по каким-то может быть наводкам мужа отобрать вот это видное место жительства то они имеют право отобрать конечно видное место жительства по семейным обстоятельствам поэтому я думаю что такие вот неудачно скажем так виды на место жительства получено вот при семейных каких-то обстоятельствах преступления брак и потом если этот брак начинает вот раскалываться то я думаю что может можно будет переконвертировать такой вид на место жительства например в какой-то учебный вид на место жительства или же значит рабочий рабочие места жительства если вы уже в этот момент успели получить найти какую-то работу на территории италии брак и так вот быстро нашли эту работу так ну вот дорогие друзья таким делом сейчас вообще обстоит бракоразводный процесс на территории италии это очень даже прогрессивно значит прогрессивный момент на территории италии по браку по бракоразводному процессу так как действительно его начали называть быстрый развод на территории италии понимаете что вообще еще было пока нереально даже до 2015 года получить такие быстрые разводы поэтому если у вас появились какие-то вопросы вы можете задавать да мне хотелось бы конечно пригласить вновь которая вот зашли нечаянно на мой канал может быть вам интересно какие-то вообще моменты жизни итальянского общества вы можете ознакомиться на канале с разными сторонами жизни итальянского общества поэтому приглашаю подписаться всех остальных моих моих подписчиков я всегда благодарю за то что вы идете со мной вперед и вообще как то значит верите в мои силы и я надеюсь вам как человек немножко хотя бы немножко интересно так всем шлю привет дорогие друзья значит и прощаюсь до новых встреч встреч до новых встреч дорогие друзья и всем всего доброго дорогие друзья это опять я снова я отвечаю на вопрос все же по украинского парня который женат на итальянке так вот он мне задал вопрос что после года брака они уже не проживают вместе но они как бы в разделении по факту то есть они не официально они вот это разделение имеет то есть сами по себе разошлись и он говорит что можно ли подать на значит на гражданство ну во первых гражданство как бы по старым законам вот которая еще пока может быть на рассмотрение меняется там что-то новое да вы можете конечно подать только после двух лет брака и после трех лет и не резиденцию итальянскую именно проживание и имень и имение вот этой резиденции на территории италии это только если вы имеете общих детей вы можете скостить и сроки например двух лет на один но резиденция у вас должна еще проживание на территории самой италии и более того дорогие друзья сейчас же такие контроли которые будут даже усиливаться усиливаться значит которая будет с проверками приходить живете ли вы вместе проверять ну поэтому смотрите сами на гражданство подается конечно по закону вот как я уже повторилась и затем уже как вас пронесет с проверками или нет это уже смотрите сами вот такой вот ответ дорогому парню который хочет получить итальянское гражданство но к сожалению значит прожил только один год и уже они считаются как пара по разделению по факту то есть операционно де факту так вот дорогие друзья теперь уже точно прощаюсь пока пока